Канал компьютерной ошибки При запуске игры или при включении компьютера после загрузки Windows у нас появляется ошибка вне диапазона, вход не поддерживается или out of range Наш монитор не выводит изображение, был подан неподдерживаемый сигнал, либо неподдерживаемое разрешение, либо неподдерживаемая частота экрана У нас проблема с черным экраном и надписью вне диапазона, вход не поддерживается При запуске игр чаще всего возникает, либо после неправильно выставленных параметров графики в игре, либо при использовании в игре каких-либо репаков, где графика была уже сконфигурирована человеком, но не подходит для вашего разрешения экрана При запуске игры попробуйте нажать клавишу Alt-Enter В некоторых играх это переводит из полноэкранного режима в оконный режим В результате изображение вновь появится, и вы измените параметры графики в игре на такие, которые у вас поддерживаются вашим монитором Если с исполняемым файлом игры есть какие-либо отдельные файлы, допустим настройки игр графики, посмотрите в папке сек за файлом игры, или в меню пуск, запустите его и установите параметры разрешения, поддерживаемые вашим монитором Где же находятся файлы конфигурации вашей игры, или возможно вам нужно его удалить, а лучше попробуйте сначала переместить его в другое место Откройте в текстовом редакторе и найдите строки, отвечающие за разрешение экрана Файл обычно имеет расширение .cfg или .ini, но некоторые даже имеют .ltx расширение Может иметь слово конфиг в названии Расположение тоже может быть в различных местах, в папке с исполняемым файлом игры, или файлы пользователя С сохранением игры вместе может быть Возможность запуска какой-то игры можно задать по какими-то параметрами Допустим, .w, которым можно без кавычек просто в свойствах ярлыка дописать И в итоге, возможно у вас запустится эта игра Эта ошибка может быть связана с тем, что вы сами принудительно выставили разрешение экрана максимальное, или задали частоту выше нормы Иногда бывает, что монитор согласно характеристикам должен поддерживать определенную частоту обновления Но когда устанавливаете вы сами, сигнал вне диапазона выходит Если у вас помимо дискретной видеокарты есть интегрированная выход на материнское платье Подключите кабель именно к нему И снова включите Скорее всего изображение появится После этого в диспетчеру устройств удалите драйвера Для вашей дискретной видеокарты И попробуйте сбросить настройки графики Включите компьютер, подключите монитор и снова к дискретной видеокарте И вероятно, что эта ошибка исчезнет Установите драйвера, свежие с официального сайта Восстановите систему, то есть откатиться на более раннюю точку восстановления И возможно этот способ вам поможет Попробуйте в безопасный режим войти И из безопасного режима удалите драйвера видеокарты и заново установить А может быть вам стоит запустить среду восстановления с низким разрешением экрана Эта проблема может возникнуть из-за вашего кабеля Проверьте ваш кабель, если у вас VGA, DVI или возможно HDMI кабель Проверьте этот самый кабель, может быть проблема с вашим кабелем Его стоит заменить Если вы подключаете к переходникам, к кабелям переходникам То проверьте этот самый переходник Может быть он действительно, этот переходник не работает Может быть стоит заменить этот самый переходник И изображение у вас появится А можно попробовать просто подключить его к другому По другому интерфейсному кабелю Если у вас подключен по VGA кабелю, то есть DSAB Попробуйте подключить по DVI кабелю Может быть тогда проблема просто исчезнет И у вас не будет этой самой ошибки Эта ошибка может быть также связана с вашей видеокартой Возможно ваша видеокарта не работает Проблемы с ним и вам стоит заменить видеокарту Продолжение следует...